В прошлый раз в самом конце мы начали новую тему про операторы в линейных пространствах и остановились на понятии инвариантного подпространства. Я еще раз напомню, что это такое. Значит, подпространство называется инвариантным, если оператор переводит элементы этого подпространства в него же. Значит, если f от v принадлежит этому подпространству для любого вектора v из этого же подпространства. Вот мы успели даже некоторые примеры обсудить. Значит, и остановились, если вы помните, на примере пространства многочленов степени не выше n и оператора дифференцирования. Значит, вот давайте вспомним, какие у него инвариантные подпространства. Значит, вот все v – это многочлена степени не выше n от переменной x, и f – это оператор дифференцирования. Значит, мы дифференцируем многочлен, получаем из каждого многочлена какой-то новый многочлен. Понятно, что, так как производная от суммы и от умножения на число есть сумма производных и производная умноженная на то же самое число, то этот оператор линейный. Значит, тут вопрос, какие у него инвариантные подпространства. Ну, давайте возьмем такие вот L и КТ. Значит, подпространство многочленов степени не выше k, где k меньше n. Ну, понятно, что если мы применим оператор дифференцирования к многочлену степени не выше k, получим многочлен из этого же множества L КТ. Поэтому вот для каждого k подпространство L является примером инвариантного подпространства для оператора дифференцирования. Значит, кроме того, когда мы с вами изучали общее линейное отображение, у нас возникали два понятия – ядра и образа. Вот давайте их тоже я напомню. Ядро – это те вектора x из v, которые f переводит в 0. А образ – это те вектора, для которых существует какой-то x, который переходит в этот y. существует x из v, такой, что f от x равно y. Ну, мы с вами в свое время проверяли, что эти два множества – не просто множество, а линейное подпространство. для произвольного линейного отображение f, ну и, значит, в частности для линейного оператора, потому что оператор – это частный случай линейных отображений. Итак, это линейное подпространство, и давайте заметим, что они будут инвариантными. Для оператора f эти два подпространства являются инвариантными. Начнем с ядра. Что надо проверить? Надо взять какой-то вектор из x, из вот этого подпространства, применить к нему f, и надо проверить… Надо проверить, что f от x лежит в этом подпространстве. Это и означает инвариантность. Но если x лежит в ядре, то f от x просто равно нулю. А 0 лежит в любом подпространстве по определению. Ну, в частности и в ядре f. Так что для ядра мы проверили его инвариантность. Теперь давайте для образа проверять. Значит, надо взять произвольный элемент из образа и применить к нему f, и проверить, попадем ли мы опять в образ f. Значит, вот надо проверить вот это включение. Но оно верно не только для вот игроков из образа f, а вообще для любых векторов. так что по очевидным причинам и образ f тоже инвариантен. Значит, если у нас есть линейный оператор и инвариантное относительно него подпространство, то мы можем рассмотреть ограничение отображения f на это подпространство. Если у нас есть вообще хоть какое-то теоретико-множественное отображение, которое множество одно отображает в другое, то можно область определения сузить и получить ограничение. Значит, вот речь идет именно об этом. Значит, вот f у нас был определен на всем v. Теперь мы считаем, что область определения стала меньше. Мы забываем, что можно применять f к элементам, не лежащим в l. Получаем ограничение, и поскольку l инвариантно, так как l инвариантно относительно f, то вот это ограничение тоже будет линейным оператором. Только уже не на пространстве v, а на пространстве, на линейном подпространстве l. Поскольку это ограничение является отображением l в себя. Если бы l не было инвариантным, то ограничить мы бы тоже, конечно, могли бы, просто уменьшив область определения, но значение он бы принимал не обязательно внутри l. Значения f от x могли бы вылезти за пределы l, и получилось бы просто то, что мы называли линейным отображением, но не линейным оператором. А так вот инвариантность позволяет говорить о линейных операторах как ограничениях на это инвариантное подпространство. Так, ну это была простая вещь, а теперь более сложная, так называемая фактор-оператор. Значит, для этого мне, наверное, лучше сейчас напомнить определение фактор пространства. Значит, вот если у нас l подпространство v, то можно определить так называемый фактор пространства, который состоит из таких множеств. Значит, мы его в самом начале семестра изучали, так что вы вполне имели полное моральное право забыть это. Вот я напоминаю определение фактор пространства. То есть мы берем всевозможные суммы такого вида a плюс l, где a из v. Значит, эта сумма означает, что мы берем вот фиксированный вектор a и добавляем к нему всевозможные вектора из l. Значит, тут получаются некоторые множества специального вида в линейном пространстве v. Значит, эти множества можно складывать и умножать на числа. Значит, мы с вами это в свое время разбирали. Дело в том, что два таких множества совпадают тогда и только тогда, когда a1 минус a2 лежит в l. Вот была у нас такая лемма в свое время. Вот, и это позволяет корректно определить сумму таких множеств и умножение таких множеств на число. Значит, сумма определяется просто как вот такая сумма. Умножение на число определяется как вот по этой формуле. Значит, для того, чтобы эти определения были правильными, мы с вами обсуждали. Значит, нужно проверять их корректность, то есть независимость от выбора вот этого a, потому что это a определено неоднозначно. Их может быть много, и все они отличаются друг от друга на вот разность, принадлежащую l. Соответственно, чтобы, например, проверить корректность этой формулы, надо взять a' и b' из v. Такие, что a' лежит в l и b' лежит в l. Тогда, значит, a плюс l и a' плюс l это совпадающее множество. Соответственно, b плюс l и b' плюс l тоже совпадающее множество. Значит, и надо проверить, что если мы возьмем a' и b' вот здесь вместо a и b, то в правой части получим то же самое. Давайте вспомним, как мы это делали. Значит, a' плюс b' плюс l равно a плюс b плюс l, потому что разность тоже лежит в l. Потому что a' минус a лежит в l, b' минус b лежит в l. Значит, соответственно, их сумма тоже лежит в l, поскольку l является подпространством. Значит, вот ключевой здесь является вот это утверждение ключевым. Значит, оно показывает, что если мы по-разному будем выбирать представители вот эти a и b, то, значит, результат в правой части от этого выбора не зависит. Вот так определился фактор пространства месяц или полтора назад. Вот сейчас мы определим фактор оператор в этом фактор пространства. Фактор пространства, я напомню, обозначался у нас в косая черта по l. Это обозначение фактор пространства. Значит, вот давайте определим новый оператор в этом новом пространстве. Фактор пространства. Значит, f' от a плюс l определим как f от a плюс l. Значит, и опять так же, как вот здесь, нужно проверять корректность определения, поскольку это определение зависит от того, как мы выбрали a. То есть мы могли выбрать его по-другому. То есть мы могли выбрать a' так, чтобы a' плюс l и a плюс l давало бы одно и то же множество. Но, как мы знаем, это то же самое, что a' минус a принадлежит l. Давайте посмотрим, чему будет равно f' от a' плюс l. Значит, по определению это f от a' плюс l. Значит, давайте запишем, вот обозначим a' минус a через какое-то v. Значит, и вместо a' напишем f от a плюс v плюс l. Значит, f линейный оператор, поэтому f от суммы это сумма f от a плюс f от v. И теперь воспользуемся инвариантностью подпространства l. Значит, инвариантность l означает, что f от v принадлежит l. Значит, это тут, наверное, основной ключевой момент. Значит, f от v принадлежит l, поскольку сам v принадлежал l, а l было инвариантно. Ну и теперь мы видим, что разность правых частей принадлежит. f от v принадлежит l, значит, f от a' плюс l равно f от a плюс l. Ну и здесь мы можем написать, что это то же самое, что f от a плюс l, поскольку вот это все вместе лежит в l. Значит, вот это рассуждение показывает корректность определения f' Итак, фактор пространства можно определить так называемый фактор-оператор. Вот этот f' называется фактор-оператор, оператором для оператора f. Значит, понятие это довольно абстрактное, но сейчас мы перейдем на язык матриц, и кое-какие вещи станут более понятными, я надеюсь. Значит, вот давайте, как всегда, когда у нас есть пространство и в нем подпространство, выберем базис сначала в подпространстве, а потом дополним его до базиса всего пространства. Значит, вот в l возьмем базисные вектора e1, e, k. Дополним его до базиса всего пространства v. Значит, здесь нам важно, что первая часть базиса v есть базис a. Значит, теперь давайте в этом базисе напишем матрицу оператора f, при условии, что l – инвариантное для него пространство. Как положено. Значит, матрица оператора пишется как? Значит, мы берем f от e1, раскладываем по базису. Значит, a1, 1, e1, плюс и так далее, плюс a1, k, e, k, плюс a1, k, плюс 1, e, k, плюс 1, и так действуем для каждого базисного вектора. Значит, f от e, k, и так далее. Значит, коэффициенты, которые написаны в каждой строчке при базисных векторах, значит, надо расположить в виде столбцов, и то, что получится, будет матрицей оператора f в данном базисе. Вот матрица оператора f – это матрица, составленная из вот этих коэффициентов. И так далее. 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 Значит, эта матрица имеет естественное разбиение на четыре блока. Вот давайте я тут черту проведу горизонтальную и вертикальную черту между номерами k и k плюс 1. Ну, можно ли что-нибудь сказать хотя бы про некоторые из коэффициентов этой матрицы, если мы знаем, что l – инвариантное подпространство, а базис выбирался вот таким вот образом? Совершенно верно. Значит, совершенно верно. Поскольку f должен переводить векторы из l в векторы из l, вот в первой строчке коэффициенты, начиная с номера k плюс 1, должны быть равны нулю. Потому что вот эта часть у нас лежит в l, а эта там не лежит. Поэтому для того, чтобы f от e1 принадлежала l, значит, все коэффициенты a1k плюс 1 и так далее, a1n, должны равняться нулю. Значит, а это как раз вот эта часть, нижняя часть левого столбца. Значит, они все равны нулю. И точно такое же рассуждение проходит до номера k включительно. Значит, вот весь, все коэффициенты во второй половине этого разложения, все равны нулю. Значит, вот это простое рассуждение, давайте запишем в виде леммы, который утверждает, что если базис выбрать таким вот образом, если l вариантно, то левый нижний угол состоит из левого столбца. левый нижний угол состоит из нулей. Вот, кстати, обратим внимание, что правый верхний, при этом, состоит из нулей не может быть нулю. не обязан. То есть только один из четырех, только про один из четырех углов этой матрицы у нас есть достоверная информация, что он состоит из нулей. Теперь давайте посмотрим на диагональные блоки. Вот сначала на левый верхний блок. Мы в этой матрице можем увидеть матрицу некоторого другого оператора не f, а ограничение f на l. Если мы ограничим f на l, то базис пространства у нас l будет состоять только из первых k векторов. Значит, это как раз будет его матрица. То есть левый верхний угол, вот здесь, это матрица ограничения оператора f на инвариантное под пространство l. Правый нижний это матрица фактор оператора. Давайте проверим, что это так. Я напомню, что базис фактор пространства определяется следующим образом. Мы должны взять вектора e k плюс 1 плюс l и так далее, e n плюс l. В свое время мы с вами проверяли, что они линейно независимы и действительно образуют базис-фактор пространства. Ну и глядя на вот эти формулы, точнее даже на ту часть, которая здесь не написана, а обозначена многоточиями, мы замечаем, что правый нижний угол обозначено. Правый нижний угол это матрица-фактор оператора в базисе, связанном с теми же самыми векторами базиса всего V. Здесь мы берем вторую часть и образуем из них базис-фактор пространства. Так что наличие инвариантного подпространства позволяет сделать некоторые выводы о виде матрицы оператора. По крайней мере мы знаем, что здесь будет блок из нулей. Никакого хорошего описания для правого верхнего блока нет обычно. Есть, правда, один частный специальный случай. А именно, пусть V есть прямая сумма L1 и L2, и пусть оба эти подпространства инвариантны. Пусть оба L1 и L2 инвариантны относительно действия оператора F. Тогда правый верхний угол тоже равен нулю. Значит, тогда матрица АФ в базисе, составленном из базисов L1 и L2, имеет блочно-диагональный вид. Ноль слева снизу и справа сверху. А ненулевые блоки, где ненулевые блоки, это матрицы ограничений F на L1 и на L2. Значит, ненулевые блоки, вот левый верхний, правый нижний, значит, это матрицы ограничений оператора F на L1 и L2. Значит, мы уже знаем, что матрицам, значит, операторам соответствуют матрицы. По каждой матрице тоже можно сопоставить матрицы, линейный оператор. Значит, вот давайте назовем оператор с невырожденной матрицей невырожденным. Спасибо. Спасибо. Сразу дисклеймер, что бывают и вырожденные операторы, например, нулевой оператор, который все V, все линейное пространство V переводит в нулевой вектор, разумеется, вырожденный, потому что он задается нулевой матрицей. Значит, следующее условие эквивалентное. Первое. Оператор не вырожден. Здравствуй, давайте. Вот так. Значит, вот такие четыре условия. Кстати, перед тем, как это все доказывать, вот такой простой контрольный вопрос. Вот я тут не написал, в каком базисе матрица оператора не вырождена. Вот это важно или нет? Почему? Совершенно верно, потому что мы знаем вот эту формулу. Значит, если матрица в одном базисе не вырождена, то и в другом будет не вырождена. Так что я не просто так это забыл, а специально. Так, итак, вот, значит, сейчас будем лему эту доказывать. Так, ну для начала давайте из первого второго выведем. Разве не все эквиваленты? Значит, вот начнем хотя бы с чего-то. Итак, значит, предполагаем, что оператор не вырожден. Хотим проверить, что ядро равно нулю. Ну давайте запишем в каком-нибудь базисе все равно в каком. Значит, запишем матрицу оператора. Значит, пусть А это матрица оператора F в каком-нибудь базисе. Значит, А не вырожденная. Значит, как записать условия принадлежности вектора к ядру? Значит, вот пусть вектор V, ну или X. Значит, как записать это в координатном виде? Значит, для этого давайте в том же самом базисе, в котором мы записали матрицу оператора F запишем разложение вектора X. Ну или другими словами, можно сказать, что X соответствует столбец координат. X соответствует столбец его координат в этом базисе. И тогда F от X получается умножением матрицы А на столбец координат X1, Xn. Вот это надо подробнее расписывать. Так, ладно. Итак, значит, просто умножаем матрицу на столбец координат. Важно только, чтобы и матрица, и столбец координат записаны были бы в одном и том же, по отношению к одному и тому же базису, а не к разному. То есть, когда базис один и тот же, то просто перемножаем матрицу на столбец. Значит, и условие принадлежности Xа ядру означает, что A умножить на столбец X1, Xn равно нулю. Значит, если бы ядро F было ненулевым, то у нас был бы некоторый ненулевой столбец координат, удовлетворяющий этой системе уравнений. Но это противоречит невырожденности матрицы А. Матрица А невырожденная, значит, других решений, кроме нулевого, здесь не может быть. Так, теперь из второго трети давайте выводить. Значит, у нас была формула в свое время, что размерность ядра F плюс размерность образа F равнялась размерности всего пространства V. Значит, если верно второе, значит, ядро состоит только из нуля, его размерность равна нулю. Отсюда следует, что размерность образа F равняется размерности V. Но образ F – это пространство V, и они одинаковые размерности, значит, они совпадают. Из этой же формулы легко следует, что и обратно, значит, вот эта формула, давайте заметим, что она позволяет и из третьего второе вывести. Так что тут я могу сразу написать стрелочку в обе стороны. Если размерность образа равна размерности V, то размерность ядра нулевая. Так что, предполагая условие 3, я могу считать, что условие 2 тоже выполнено. Значит, тогда легко сообразить, что F биективно. Значит, сюрреективность предполагается. Давайте проверим инъективность. Пусть два каких-то вектора попадают в 1. F от X1 равно F от X2. Значит, вычитая, то есть перенося в одну сторону и вычитая, получим, что F от X1 минус X2 равно нулю. А так как ядро нулевое, то отсюда следует, что X1 минус X2 равно нулю. Так что, в предположении, что образ это все V, мы получаем, что отображение F биективно. Ну, а раз оно биективно, значит, существует обратное отображение. Правда, пока еще неизвестно, линейное или нет, но существует отображение, которое обратно к F. То есть такое же, что F от G от X равно X и G от F от X равно X для любого X. Значит, это означает, что F и G взаимно обратны. Значит, существование следует из биективности, как я уже сказал. Значит, осталось выяснить, является ли это G линейным отображением. Но мы тут будем действовать так же, как мы действовали при обсуждении изоморфизмов линейных пространств. Там у нас такая же ситуация была. Значит, у нас обратное отображение существовало по теоретикам множественным причинам. И оставалось только проверить линейность. Вот давайте проверять, что G от X1 плюс X2. Значит, надо в этом убедиться и в том, что G от λx равняется λg от X. Вот эти две вещи нужно проверить для линейности отображения G. Давайте проверим только первое, потому что второе проверяется аналогично, даже проще. Значит, вот проверяем первое. Значит, вот проверяем, что эта разность равна нулю. Применим к обеим частям линейное отображение F, линейный оператор F. Значит, вот просто я хочу вычислить F от левой части, значит, убедиться в том, что получится 0. Ну, давайте воспользуемся линейностью F. Значит, F от разности – это разность. Значит, F от G от X1 плюс X2 минус F от G от X1 минус F от G от X2. Ну, дальше уже, наверное, понятно. F и G взаимнообратные, поэтому здесь получается X1 плюс X2 минус X1 минус X2 равно нулю. Итак, вот F от вот этой скобки равно нулю, а поскольку ядро нулевое, то и сама... Значит, вот давайте обозначим это, допустим, Y. То есть мы получили, что F от Y равно нулю, а так как ядро F нулевое, то и сам Y равен нулю. То есть G от суммы равно сумме G. Для умножения на лямбда все то же самое, как я уже говорил, поэтому отображение G линейное. Значит, вот мы из третьего, взяв на помощь еще второе свойство, которое равносильно третьему, вот из этих двух вывели четвертое. Ну и с четвертого первое вывести, наверное, уже совсем просто и устно. Значит, если у нас есть обратный оператор к F, это значит, что композиция... Есть тождественный оператор. Ну, это означает, что если мы запишем их матрицы в каком-нибудь базисе, то получим справа матрицу тождественного оператора, это единичная матрица. Кстати, это все понимают, почему матрица тождественного оператора единичная. Вот. Значит, справа получится в любом базисе единичная матрица, а здесь произведение матриц оператора G и оператора F. Значит, вот матрица для оператора G умножить на матрицу оператора F равняется единичной. Отсюда следует, что матрица оператора F невырожденная. Так, ну вот мы эквивалентность всех этих свойств проверили. Так, ну и, значит, теперь давайте мы определим понятие собственных векторов и собственных значений для оператора, для линейного оператора. Пусть F – линейный оператор в линейном пространстве, V над полем K. Значит, лямбда – некоторое число или скаляр из поля K. Значит, если F от X равно лямбда X, то лямбда называется собственным значением оператора AX собственным вектором. Значит, не просто собственным вектором, а собственным вектором, соответствующим данному собственному значению лямбда. лямбда. Итак, если вот есть число лямбда и вектор X, не нулевой, такой, что F от X равно лямбда X, то такое число лямбда называется собственным значением оператора, а вектор X называется собственным вектором, соответствующим данному лямбда. Значит, геометрически это означает… Наличие собственного вектора означает, что вот есть в пространстве некоторое направление, которое под действием оператора F сохраняется. Значит, направление – это направление вектора X. Значит, лямбда умножить на X задает то же самое направление в пространстве, что и вектор X. Ну, или противоположное, если там знак противоположный. Значит, примеры. Если оператор нулевой, то есть все пространство переводят в нулевой вектор, то тогда лямбда равная нулю является собственным значением, и любой ненулевой вектор является собственным вектором. Потому что F от X равно нулю для любого X в этом примере. Берем ненулевой X, значит, лямбда равная нулю, получаем верное равенство. Итак, значит, в этом простом случае, когда все загоняется в ноль, значит, собственное значение лямбда может равняться только нулю, единственное, и любой вектор, кроме нуля, является собственным вектором. Кстати, контрольный вопрос, опять же, как вы думаете, зачем в этом определении требуется, чтобы X не равнялся нулю? Чтобы он задавал хоть какое-то направление. Потому что если X взять равным нулю, то и левая часть, и правая равна нулю для любого лямбда, и это условие становится не очень осмысленным. Значит, тождественный оператор, я напомню, это такой, который F от X равно X для любого X. Значит, у него, опять же, по тем же самым соображениям, единственное собственное значение может быть X равно лямбда X. Значит, лямбда равно единице, раз X не нулевой. Других собственных значений нет, и любой вектор является собственным вектором. Так, еще пример, скажем, симметрия на плоскости. Значит, мы берем все вектора плоскости с координатами X, Y. Значит, и устраиваем симметрию относительно, скажем, оси X. Значит, когда мы ищем собственное значение и собственные вектора, мы, кстати, ищем их одновременно. Мы не можем игнорировать что-то одно и заниматься поиском только собственных векторов, например, не обращая внимания на собственное значение. Они всегда в парах появляются. Значит, вот мы, допустим, пытаемся найти собственные вектора и собственное значение для симметрии относительно оси X. Значит, для этого нам нужно найти все вектора, которые после симметрии будут пропорциональны себе. Значит, какие это вектора? Это все вектора, которые лежат на оси симметрии, и все вектора, которые лежат на перпендикулярной ей оси. Значит, при этом собственные значения какие получаются? Вот лямбда какие? Любые при симметрии. Да, вот только единицы минус единицы могут встретиться в качестве вот этих. Ну, как вот f от x равно лямбда x. Значит, если... Ну, тут плохо, что x, ось. Ну, давайте v здесь поставим. f от v равно лямбда v. Значит, ну, во-первых, понятно, что если вектор не лежит на оси ни x, ни y, то, значит, он не переходит в пропорциональный ему вектор. Значит, поэтому остаются только векторы оси x-ов и оси y-ов. На оси x-ов, если v лежит на оси x-ов, то f от v просто равно v, и лямбда равно единице. А если вектор лежит на оси y-ов, то f от v равно минус v. Значит, лямбда равно минус единица. Значит, других лямбд здесь для этого примера нет. Так, ну, еще один наш тоже стандартный пример из плоскости. Значит, это поворот. Поворот на какой-то угол, ну, не равный, допустим, π и нулю. То есть поворот на угол φ, который не равен нулю и 180 градусам. Значит, есть ли у такого линейного оператора собственное значение и собственные вектора? Нет, потому что ни один вектор не сохраняет свое направление. Так, хорошо, еще примеры. Возьмем пространство многочленов. Ну, допустим, степени, как мы привыкли, не выше n. И в качестве оператора оператор дифференцирования. Значит, какие у него могут быть собственные значения и собственные вектора? Значит, для этого надо вот это условие записать. Значит, роль х здесь выполняет многочлены, а роль f оператора выполняет дифференцирование. Значит, производная от многочлена должна равняться λ умножить на сам этот многочлен. Понятно, что вот эта запись в данном контексте означает вот это. Значит, в левой части мы берем производную от произвольного многочлена, а в правой мы этот многочлен умножаем на λ. Ну и тот, кто сказал, что таких многочленов совсем нет, чуть-чуть не прав, потому что они как бы все-таки что-то есть. Константы, да? Значит, если p от x константа, не нулевая, да? У нас требуется, чтобы многочлен был не нулевой, ну, значит, надо взять не нулевую константу. Тогда λ тоже тут может быть далеко не любым, а только нулем. Значит, единственное собственное значение λ это 0, а соответствующие собственные вектора это константы. Так, ну и примеров, наверное, уже достаточно. Последний пример я только приведу. Возьмем пространство всех дифференцируемых функций напрямую. Значит, возьмем линейное пространство всех дифференцируемых функций напрямую, а оператор тот же самый, возьмем производную. То есть мы заменили многочлены на произвольные дифференцируемые функции. Пространство стало бесконечно мерным, но это еще как бы не так страшно. Значит, вот давайте посмотрим, какие могут быть собственные значения у того же самого оператора, только в другом пространстве. Значит, производная должна равняться числу на саму функцию. Значит, так, ну вот правильная гипотеза, что это как-то связано с функцией экспоненты. Слово дифференциального уравнения – неправильно, но слишком сильно. Давайте все-таки без дифференциальных уравнений подумаем, какие функции обладают вот таким свойством, что их производная есть лямбда умножить на f от x. Ну, f – буква занята, давайте g поставим. У какой функции производная получается умножением самой функции на какое-то число? Во-первых, любое ли число здесь может быть. Первое наблюдение было, что если взять экспоненту e в степени x, то лямбда можно взять единицей, да? А можно взять другие лямбда. А все или какие-то специальные? Кроме нуля. А чем ноль плох? Значит, в этом случае лямбда может быть любым. Если лямбда не нулевое, то это стандартный экспонент, а если нулевое, то константа. Получается, что любое число в этом случае является собственным значением, и для него можно найти собственный вектор, собственную функцию. Окей. Ну вот эти примеры мы обсудили. Теперь такая лямба. Я на всякий случай, поскольку у нас был пример бесконечномерный, то вот я на всякий случай напомню, что... Значит, так мы иногда вспоминаем про этот случай бесконечной размерности, но реально занимаемся конечномерной ситуацией. Так, значит, если размерность конечна, значит, условие, что лямбда собственное значение оператора f равносильно тому, что f минус лямбда умножить на тождественный вырожден. Дисклеймер, что в бесконечномерном случае это не так, я не зря это, значит, оговорил, что размерность конечна. Значит, вот давайте сейчас мы докажем, что в конечномерном случае эти два условия равносильны. Ну, начнем с вот этого направления. Значит, и так пусть лямбда собственное значение... Собственно, значение оператора f, это означает, что существует ненулевой вектор x, такой, что f от x равно лямбда x. Значит, вместо x я могу написать тождественный оператор, примененный к x, и перенести все в одну сторону. Значит, f минус лямбда умножить на тождественный оператор от x равно нулю. Это означает, что x принадлежит ядру f минус лямбда умножить на тождественный. Значит, раз вот эта скобка, примененная к x, равна нулю, значит, x лежит в ядре вот этого оператора, и x при этом не нулевой. Значит, ядро состоит не только из нуля, и получаем, что условие невырожденности не выполнено. Значит, то, что в скобках, это вырожденный оператор. Итак, значит, в эту сторону доказали. Теперь обратно давайте проверять. Значит, пусть... Пусть этот оператор вырожден, тогда ядро состоит не только из нуля. Значит, есть некоторый ненулевой вектор x, который принадлежит ядру этой разности. Ну, это тот самый x, который нам и нужен. Давайте запишем это условие. Значит, f минус лямбда на тождественный, примененная к x. Значит, можно расписать, как f от x минус лямбда умножить на id от x. А это будет f от x минус лямбда просто умножить на x. И это равно нулю, так как x принадлежит ядру. Ну, отсюда получаем, что f от x равно лямбда умножить на x. Значит, эта лямба позволяет находить собственное значение отдельно от собственных векторов. Значит, эта лямба позволяет искать собственное значение следующим образом. Значит, нас интересуют условия. Значит, лямбда собственное значение для оператора f, тогда и только тогда, когда определитель a f минус лямбда е равно нулю. Это и означает вырожденность f минус лямбда на тождественный. Ну, то есть, таким образом, получаем, что следствие, что лямбда является собственным значением f, тогда и только тогда, когда лямбда корень характеристического многочлена матрицы оператора f. фрагменты. Спасибо. Значит, давайте теперь возьмем все собственные вектора, соответствующие фиксированному собственному значению лямбда. Вот в качестве v давайте в лямбда определим все вектора x из v такие, что f от x равняется лямбда x. Значит, это все собственные вектора, отвечающие собственному значению лямбда, и еще нулевой вектор сюда позволяется добавить. Значит, простое утверждение, что v лямбда это линейное подпространство v. Ну, доказательство устное. Значит, нужно проверить просто, что операции умножения на число и сложение не выводят за пределы этого подмножества. Понятно, что если x1 и x2 удовлетворяют такому равенству, то их сумма, конечно же, тоже будет такому равенству удовлетворять. И то же самое для умножения на числа. Так что я даже не буду расписывать это доказательство. Вот. Зато можно это утверждение лямбда уточнить следующим образом, что это не просто линейное подпространство, а инвариантное линейное подпространство. Для оператора f v лямбда является инвариантным линейным подпространством. И что нужно проверить, что, если мы возьмем элемент этого подпространства, применим к нему f, то попадем в это же подпространство. Ну, давайте возьмем x из v лямбда. Это означает, что f от x равняется лямбда x. Дальше нам надо применить f к этому элементу x и проверить, что результат лежит в v лямбда. Но это очевидно, потому что f от x это и есть x с точностью до пропорциональности, с точностью до коэффициента пропорциональности лямбда. Поскольку это у нас линейное подпространство, то раз x принадлежит v лямбда, то и лямбда x принадлежит v лямбда. Вообще любое альфа я могу здесь поставить для любого скаляра альфа. Так, ну и наверное такое вот следствие про алгебраические замкнутые поля. Вот, кстати, кто помнит из курса алгебры, какое поле называется алгебраическое замкнутое? Совершенно верно. Значит, если любой многочлен имеет хотя бы один корень, а значит и ровно столько, сколько нужно с учетом кратности. Значит, вот в случае алгебраических замкнутых полей, тут наука становится более интересной и содержательной. Вот, давайте я сформулирую такую простенькую лямбку. Значит, пусть поле алгебраически замкнутое. А размерность пространства больше или равна двум. Значит, тогда у любого оператора для любого оператора F существует нетривиальное инвариантное подпространство. Их нетривиальное, имеется в виду отличное от нулевого и от всего пространства. Значит, вот для любого подпространства выполняются вот такие соотношения. В нем всегда сидит нуль, и оно всегда сидит во всем пространстве. Вот нетривиальность означает, что оно не совпадает ни с нулем, ни со всем пространством. Так, ну, доказательства. Значит, рассмотрим характеристический многочлен. Значит, поскольку поле алгебраически замкнутое, у него есть корни. Существует корень, значит, существует собственный вектор. Значит, раз лямбда это корень характеристического многочлена, значит, лямбда собственное значение оператора F. Значит, существует соответствующий этому лямбда собственный вектор. Существует неравный нулю, вектор X такой, что F от X равно лямбда X. Ну, возьмем в качестве подпространства L. Значит, одномерное подпространство, которое порождается этим вектором. Ну, во-первых, оно нетривиальное, оно имеет размерность единицы, значит, не совпадает ни со всем пространством. Оно у нас размерности больше или равный 2, ни с нулем. Вот, и остается удостовериться в его инвариантности. Для этого надо взять произвольный элемент из L. Значит, произвольный элемент имеет вид α умножить на X. Раз это линейная оболочка одного вектора, то все вектора из L пропорциональны X. Ну, и надо удостовериться, что F от V принадлежит L. Ну, давайте проверим. Подставим α X. α вынесем. И удостоверимся, что это действительно элемент подпространства L. Вот, кстати, значит, у нас уже был пример поворота на плоскости, когда инвариантных подпространств нетривиальных не было. Вот, для случая поворота плоскости инвариантных подпространств нет. Вот, это лемма говорит, что если бы вещественное поле было бы алгебраически замкнутым, то такого не могло бы получиться. Вот, над полем комплексных чисел всегда существует одномерное инвариантное подпространство.